Здорово народ! Ну вот, на еще один шаг ближе я стал к завершению кухни. Палы полностью готовы и сегодня про них я вам расскажу. И добро пожаловать на мою кухню и это четвертая серия про обустройство моей кухни. Потолок, подоконник, фартук готовы. Сегодня расскажу про свой пол, а именно из чего я сделал, почему и как и зачем. Так, пару слов про пол. У меня в полу два секрета. Первое это отверстие в полу, это закладная под барную стойку. В случае будет барная стойка, как никак. И уклон, разуклонка, чтобы вода хорошо уходила, у меня немножко не вместилось в стяжку. И 2 сантиметра, вот видите, выпирает. Перед началом самой кладки, плитки и грунтования необходимо еще полу пропылесосить. Благо у меня есть пылесос, хоть какой-то издельный подарок от спонсоров. Поэтому сейчас я быстренько все это пропылесошу и начнем все это грунтовать. Как ни странно, пылесос за все это время я выкинул около уже 100 килограмм пыли. Не забился, не сломался. То есть, как ни странно, если был бы и в будущем пригодился бы мне, то я бы такой бы себе и взял. Это не реклама, это так просто. Единственное, что мне нравится, что этот подарок действительно был хороший. Ну и по традиции, по старой традиции, обязательно грунтую саму плитку. Плитка, естественно, была дешевая. 500 рублей квадратный метр. Взяли мы ее с картинкой. Картинку позже покажу. Точнее, начале ролика вы видели. В этом было немножко и красиво, и геморно. Геморно расскажу в процессе монтажа самой плитки. А то, что дешевая, ну, средств много нет. Хорошая плитка начинается от 1500 квадратный метр. На кухне находится 10 квадратов. То есть, 15 тысяч сбухивать в пол. Ну, нет смысла. Это не та часть интерьера, которой, скажем так, можно хвалиться. Либо, ну, какая-то роскошь. Плитка, она есть плитка. И главное, чтобы можно было помыть. И чтобы она не мазурила глаза. И чтобы, если я ее разобью, можно пойти быстренько и дешево купить, поменять. Угрунтовали и оставили на ночь, чтобы у нас все высохло. За ночь высохло, потом грунтовали еще раз. Но, естественно, полы тоже грунтовали. И тоже грунтовка глубокого проникновения. Полы грунтовал так же, чтобы обеспылить то, что не взял пылесос. И чтобы лучше акдезия клея с плиткой. Знам не активно помогала. Ночь у нас была отдельная веселье. Как видите, ночью мы уставшие. Поэтому развлекаем себя на ходу. Погрунтовали мы пол быстро. Грунтовали на два раза. Один раз с моим участием. Кто раз грунтовалось без моего участия. В общем, веселье в час ночи такое себе. Очень рекомендую, когда вы в закрытой комнате надышитесь. Этой грунтовкой будет еще классно. Да, кстати, грунтовку предоставил магазин Красковья. Это мой генеральный спонсор всех окрасочных покрытий. Так что, ты че, посылочки приходите. Там много чего интересного и дешевого. Ну, а вторую часть работы сделалась уже без меня. Там работали специалисты. Я был на работе. Попросил жену, чтобы она погрунтовала на второй раз. Чтобы я приехал уже вечером на следующий день. И уже все было загрунтовано. То есть, уже можно приступать к монтажу плитки. Специалисты свое дело знают. Поэтому погрунтовали мне не только полы, но и стены. И еще ряд других вещей, которых не нужно было грунтовать. Полная версия ролика будет также в конце. Кому интересно. Все, плитка погрунтована. Я ее рассортировал. Оказалось, что на плитке находятся три картинки. Рисунка или как это назвать. То есть, три разные плитки. И в этот раз, главное не забыть еще пластелить теплые полы. Также закатываю систему СВП. Как мне сказали, нужна, если плитка очень душманская, кривая, либо руки кривые. Ну, в общем, с руками более-менее нормально. Но с плиткой повезло более-менее не очень. В этот раз мне главное сейчас не забыть, это постелить теплые полы. Теплые полы перешли мне по наследству из санузла. Там их проворонил, поэтому они пойдут на кухню. Ну и по статистике, как всегда, первые ряды начинаю, что плитки, что чего-то еще. Именно по какой-нибудь подсказке помощи, то есть по правилу. Правило у меня ровненькое, поэтому по нему буду устраивать первую линию. Просто так на глаз я пока еще не умею. Да и монтаж у меня шел не быстро, как показано это в интернете в роликах. Люди ложат 10 квадратов за час, а я положил 10 квадратов за 16 часов. Ну и парочка слов про саму плитку. Плитка за 500 рублей квадратный метр с большой-большой скидкой, типа она стоит 800 рублей. Ну, когда я вскрыл пачку дома, задние стеночки были покоцаны. Я так понял, что это не кондиция. Ну и размеры тоже кое-где не совпадали. Таких плиток было 5, и они попали прямо вот в центре моей кладки. Мы к этому еще вернемся, тоже было неприятно. Там гуляло 3-4 миллиметра. То есть, когда вы покупаете плитку большой-большой скидкой, имейте в виду, что вам подсовывают не кондицию. Я, конечно, не жалуюсь, что за такую цену что-то и хотел, но будет не очень приятно, если вам подсунут плитку за 2000 квадратный метр вот в таком же нечто подобном варианте. Да, кстати, теплый пол немножко не помещался у меня, не хотел намазывать клеем, поэтому стяжку я просто пробил стамеской, то есть углубил немножко. Там стяжками на кухне 15 сантиметров, поэтому можно было углублять спокойно. Чтобы провод, то есть, не был сверху, чтобы я ходил по плиточному клею плитки, а не по проводу. А провод стопил туда в штробу. Ну, я к этому вернусь, потом покажу все приближенно и детально. Ну, и свои первые плитки, свои первые, то есть, направления, начинал от угла, от лицевой части при входе на кухню. Сначала носил, естественно, клей на сам пол, то есть на ту площадь, с которой будут работать. Ну, а потом уже по одной плиточке, и так дело шло. В этот раз я уже читаю ваши комментарии, то, что вы пишете, обучаете меня, так как я еще юн, малоопытный. И в этот раз я делал нанесение клея также вдоль самого клея, который находится на полу. То есть, направление клея на плитке и на полу одинаковое. А до этого делал внахлёст, то есть, перекрестие. Не сказать, что это неправильно, там будут пузырьки, так делать не нужно. Поэтому в этот раз сложу, как сказали, продольно. Продольно нанесение клея, продольно нанесение клея на плитке. Клей был более-менее жидким, старался делать, что при нанесении аж часть клея, скажем так, выходила из самой плитки, чтобы прям все поры были заполнены. Если не будет пустот, то очень много шансов, что плитка в уголках не расколется. Потом, если вдруг клея не хватало, именно в углах, потом шприцом туда клей-мешку загонял, добавлял. Главное, чтобы углы были не пустые. Первые три плитки нанес, ушло на то где-то около часа. Не знаю почему, но как специалисты, смотрел в роликах на ютубах, они прям быстренько делают стяжку, большой объем. И буквально за час большую квадратуру прям быстро накидывают, и у них все гладко, классно и ровно. Я пока так не умею. Я, скажем так, ковырялся долго. Моя скорость была в среднем 3 плитки в час. Не знаю почему так долго получалось, но старался делать идеально, чтобы было прям все на одном уровне. Все это выстреливал, по уровню подгонял. То есть аккуратно, долго, муторно. Думал, что управлюсь за день. Нет, за день не получилось. Один день вложил, получается, 3 четвертых кухни, потом еще отличный день вложил, 1 четвертую, и потом еще были подрезки. Вот как-то так получалось. Работа быстро не шла, хотя в принципе и не старался. Я старался делать качественно, потому что будет проходная зона. В основном все будут тасовать на кухне, все постоянно будут смотреть на пол. Если я сделал где-то криво, где-то на косячу, это будут видеть прям вот все. Какая-то была максимальная концентрация. Все плитки лежат идеально в уровне во всех местах. Идеально подгонял пазы, все крестики, все, что-то не получалось. Плитку вырывал, ложил заново. В общем, конкретно убил времени. Я так на полу даже в санузле не старался, потому что, ну, то есть там не лицевая часть. Да и в туалете всего там было 6 плиток. Господи, положил их и все. А тут нет, тут больше. Спустя 3 часа положил первые 10 плиток, но дальше уже более-менее освоился как чего. Наносил я, получается, сначала просто шпателем, ну, гребенкой первый слой, потом прикладывал плитку, смотрел где ниже, где выше, добавлял немного, делал клей пожидким специально, чтобы было удобно, и потом вдавливал. Чуть клей становится густым, его уже не вдавить. Так я подгонял своим весом, либо специальному ручку удобно было, по уровню. Если клей был густым, то битие, скажем так, киянки пророщалось в какую-то рулетку. То есть треснет, не треснет. Одна плитка треснула, поэтому я решил делать лужи пожиже, но будет аккуратно. Даже пожиже, где плитка скакала, то есть стяжка была не идеально ровной. Были моменты, где, вот откуда я начинал плитку, и вот так батарея, перепад достигал двух сантиметров. Ну, то есть это такой большой объем, ну, клея. То есть вместо трех мешков у меня ушло пять. Ну, то есть немножко не подрассчитал. Углы специально стал сделать так, чтобы из углов прям аж вытекал клей наружу. Значит, угол был заполнен, значит, делал все правильно. Там, где не хватало, поднимал плитку, бросал еще. Так уже потихоньку, постепенно. В принципе, картинка скалась хорошо, работа шла хорошо, правда, очень медленно, но вроде получалось. Но опять же, были косяки по самой плитке. Плитка была не кондиция. Как я это узнал, подгоняешь по рисунку, и получается расстояние между плитками, то есть швы, были то больше, то меньше. Буквально миллиметр. А если посмотреть в конце, то в конце получалось, что плитка больше другой, от 2 до 4 миллиметров. И это было, в принципе, неприятно. Плитку эту снимал, убирал в дальний угол, брал другую. И которая была плитка, потом не кондиция, ее кидал на подрезки, туда, куда-нибудь, под столешницу, под барную стойку, там, где не будет видно. Я уже как-никак работаю вместе с этой плиткой, уже более-менее стало получаться, понимать сам принцип работы с самой плиткой. Что хорошую нужно кидать там, где часто бросается в глаза, а плохую там, где не видно, там, где можно спрятать, либо закроется плинтусом. Но немножко обидно, что ты платишь деньги, причем не маленькие, если брать квадратуру, допустим, на зал, у меня будет 2-6 квадратов, то можете представить, что это будет плитки, только чисто плитки на 16 тысяч, плюс еще клей. И вам пойдет все некондиция, и вот этот шов, который не сойдет, там, 2 миллиметра, будет вам усолить глаза. Немножко неприятно, но позволить себе плитку за 20 тысяч только на кухню я пока не могу, да и, в принципе, я думаю, это не особо-то повлияет на, скажем так, быт жизни. Лучше побольше денег попали в саму кухню, потому что на кухне как-никак будем работать, общаться, то есть как-то манипуляции проводить. А плитка лежит, она лежит. Тем более она будет с подогревом, свою функцию выполнять будет. Если вдруг не понравится, или мне спонсор подарит какой-то нормальный керамограниц сантиметровой толщины, да, я эту плитку полностью все вскрою и положу заново. Мне будет не лень, зато будет плитка премиум класса. Через 2 дня, то есть не через сутки, а через 2 дня, когда плитка высохла, у меня не хватило скрепежей, я потом взял и все это заново снимал. Ну, эти черненькие элементы, которые для СВП. Да, то есть скажут, что они нужны только для кривой плитки. Ребята, это тот самый случай. Плитка была кривая, как никогда. Если плитка есть, слово кривая, это вот мне повезло, она и была. Плюс был сам мой кривой рез, поэтому тут кривизна на кривизон, дали отдала плюс, в общем, совпало как положено. У края, естественно, не забываем использовать ту часть плитки, которой у меня много, которая мне не нужна. Ее, кстати, никто не берет, даже на авито, поэтому я ее пихаю везде, где только можно. Там, где не видно, для подравниваний, для выравниваний, то есть там будут идти у меня стойки кухонные, ну, то есть это столешница сборная, там никто никак не увидит. Подрезки, думал, тоже сделал за 2 часика, быстренько управлюсь и все. Я только на подрезки потратил еще где-то часов 6-7. Казалось бы, всего лишь подрезки. Но нет, с подрезками тоже провозился, подгонял все это. Плитки хватило идеально как раз. Даже полплитки, вот ровно полплитки, не хватило. Поэтому в одном месте не отличается, но вы это никогда не увидите. Были варианты, я также осматривал еще ламинат влагостойкий, почитал отзывом, что для кухни это, ну, это вообще не вариант, проще туда взять линолеум. Но хороший линолеум стоит по цене хорошего ламината. То есть дешевый, душманский линолеум, даже на кухне, в принципе, стыдно постелить. Ну, поэтому только плитка. А чтобы не было холодно, плитка с подогревом. Подогрев там легкий, на 300 ватт на всю, чтобы включить, поэтому это немного. Заранее закладной я не положил, но к кухонным розеткам подключаться не стал. Я подключился к зальному, то есть розетке, которая находится в зале. Потому что кухня так будет загружена, холодильниками, морозилками, посудомощной, плитой, духовкой. Поэтому лучше на всякий случай сделать что-нибудь другое. Ну, как видите, косяк я кое-как исправил. Более-менее старался его скрыть, чтобы не было видно, то есть чтобы, ну как не было видно. Там не проходная зона, но тоже пойдет. Ну, а потом ужина также вечером, плитку через два дня, еще после каталога я сделал, подрезки. Также сделали затирку. Затирку сделали тоже дешевую, 200 рублей мешочек. Сделали ее асфальтового цвета. То есть цвет асфальта, потому что серого, почему-то даже прийти со сранья в магазин, серого никогда на полке нет. То ли вот так быстро разбирают, то ли он такой популярный. Поэтому взяли цвет мокрого асфальта. К нашей плитке он подходит. По плитке тоже сначала делали раскладку. Делали и ромбиком, и зигзагиком. То есть много есть вариантов в интернете. Но вот этот вариант, который мы сложили, мы сложили сначала его в сухом виде, то есть без клея. Он понравился больше всего, он больше всего смотрелся. Были другие варианты по плитке, но они как-то не совпадали. То есть не нравилось. Эта плитка, она совсем необычная. Тут получается сочетание трех цветов. То есть даже если в дальнейшем любое совмещение ковролина, покрытие, дерево будет в зале, мы идеально подгоним ее под любой цвет из трех, которые есть уже на кухне. То есть совмещение будет классно. То же самое касается с кухней. Ну вот готовый вариант. Можете сами посмотреть. Как бы там ни было в интернете, делают плитку. У меня на плитку ушло, если смотреть по часам, около 16 часов, и плюс еще 2 часа на затирку, и потом еще отмытие. Ну то есть за один день я планировал положить плитку, на второй день сделать затирку, потом все это отмыть, и все. На самом деле провозилось 4 дня. Ну, не весь, не полных, но так по чуть-чуть. Что касаемо по цене, то 5000 мне встала плитка, то есть 10 квадратов, обрезки все повыкидывал. То, что не хватило, закидал я серой плиткой. Вот вы видите, около стен находится. Плюс затирка 200 рублей, и плюс еще плиточный клей. Итого мне все это... А, и не забудем еще систему СВП, которую я использовал. У меня еще осталась она после кабанчика. Итого, общей сложности, у меня ушло 6000 рублей на всю эту... Итого я вбухал 6000 рублей вот на это покрытие пола. Сколько на сегодняшний день вбухано в кухню, я тоже могу вам подсказать. Если посчитать по остальным предыдущим роликам, то я забыл сказать, что был потолок 4500, подоконник был 500, кабанчик был 3000, и теперь еще плитка, еще 6000. Итого на сегодняшний день в кухню вбухано 14000. В дальнейшем сейчас у нас будет делаться кухня из ЛДСП, как вы знаете. Очень многие пишут показать подробно, как я буду делать, что буду просчитывать. Ну, я не знаю, ролик, конечно, выйдет, но ролик будет почти час идти. Почему? Ну, потому что я постараюсь рассказать, показать все, как я буду делать. Буду делать я не как многие пошли в магазин купили, а немножко мы пойдем дальше. То есть раскрытие канала, название канала будет соответствовать 100% того, что я вам покажу. К тому же сейчас, знаете, барыги с ума посходили. Будет, наверное, ролик еще посвящен мастерской. То есть у меня в этом году были большие планы сделать камин, сделать террасу, сделать мастерскую. А это все дерево, это все железо, оно подорожало. Вот он в моем рынке конкретно на 240%. Я вчера ходил на рынок, у меня настроение упало настолько, что я даже сейчас не знаю, что буду делать кухню. И ЛДСП подорожало с полторы тысячи за лист до Т-500. Поэтому настроение мне пока не очень. Из снятых роликов я пока буду что-то снимать, но в дальнейшем я не знаю. Скорее всего, это будет у меня колхозный вариант, можно будет канал переименовывать. Потому что нужно будет смотреть, искать альтернативы. То, что сейчас творится на рынке, никак нельзя писать, с чем это связано. Не все молчат, и никто ничего не делает. Я работал в тех структурах, скажем так. Нас постоянно за каждый рубль контролировала монопольная служба, контролировала ФАС, то есть федеральная служба. Были еще раз проверок, то есть за каждую цену, цену, политику всегда должны были отвечать. Что сейчас творится на рынке, то есть я не пойму, почему никого не наказывают, тоже непонятно. И что самое главное, миф, что это все будет, то есть, ну, снизится скоро, это все неправда. Это мы проходили в том году, как все скакануло, так оно все и осталось. Поэтому не хочу никого расстраивать, но из чего в дальнейшем будет кухня, пока под вопросом. Но скоро я все это расскажу, покажу, не будет наводить пока смуту. Пошел я пока работать дальше. Через недельку увидимся. Всем счастливо, пока-пока. Ну и, конечно, веселый момент в самом конце. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok DimaTorzok